а всем привет друзья мои хорошие с вами как всегда вован и славный дружи обломов мне вот все пишут блин больше вавана надо в видео вот потребует ребята жру как могу стараюсь быть как можно больше посмотрите на эти комментарии все давай вавана давай вавана так что сегодня я опять позвал вавана и мы сделаем обзор на какое-то место которое называется саб-зиро суши саб-зиро суши но для начала меня постоянно спрашивают дружи ты поссорился с костяном где костян ты раньше так много снимал с костяном костян же классный что с вами случилось он умер или куда-то пропал или что-то произошло или может быть вы поссорились друзья во первых с костяном все божественно во вторых он уже чуть ли не третий год живет во вьетнаме и у него есть свой youtube канал на котором он делает обзоры на всякие там рестораны макашницы живые морепродукты и даже делает рецепты и я не понимаю почему вы еще не подписаны на этот канал ну то есть он на своем канале постоянно дарит подписчикам специи вот вот он сейчас там видео вышло недавно вот сегодня или за или вчера и типа он там раздает реально специи подписчикам дарит всякие подарки снимает божественные видосы и при этом кто-то подписанный на меня не подписан на него я этого понять не могу друзья если вы хоть раз задавались вопросом а где костян а что с костяном в описании есть ссылочка на его канал зайдите посмотрите и выиграете офигенные божественные специи из вьетнама спасибо я так понял что это какой-то реально существующий ресторан я думаю что у них сейчас дела странные саб-зиро это ниже нуля правильно саб-зиро это вот так делал кто а скорпиона саб-зиро морозе он так вот так дело да 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 короче мне название нравится смотрел нас оценка десятибалльные сейчас пошли саб-зиро ниже нуля как бы ребята возможно уже думали о том что могут оценивать ну поэтому самокритичный а с вами был вован да 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 типа мы ставим ниже нуля из десяти ладно если без шуток короче а вот у них вот такой сайтик за что за что вот ты бы респектнул их сайтику сразу говорю что мне он нравится двумя параметрам он достаточно просто оформлен то есть нет таких всплывающих менюшек боковых каких-то панелей и всякое такое это раз и достаточно понятный дизайн что вот картинка на черном фоне и все в коробочках но фотки мне не очень а фотки короче я так понял они сделали но я подозреваю что когда начался карантин они такие вот мы отправляем мы заказали доставка но за что им респект фотки говно конечно но за что им респект они сфоткали в коробках то есть ты такой мне приедет вот так они знаешь типа о это короче дракон на фарфоровой разогретой тарелке с углями а те приводишь такой что и добейте меня а всегда когда знаешь ролл дракон вот с вырезанными лапками из огурца он всегда выглядит так как будто ну вот он не очень хорошо себя чувствует а тут чуваки они вот сфоткали в теории как могут привести то есть доставочной коробки поэтому давай-ка рубрику ожидание реальности открываем но она у нас уже есть короче ожидание реальности ребята получается достаточно адекватно подходит да то есть хотя бы когда это мы думаем уже это плюс это плюс и второй плюс но там сайт копать долго у них нету раздела а нас в котором написано что мы самые качественные божественные 16 миллиардов лет на ры вот этого дерьма у них нет мы несем миссию мы несем это не еда это чувство которые наши повара вкладывают мы идите нахер привезите еды нормально и такой короче отдел есть а нас или там наша миссия иногда называют просто монетизацию снимают теперь за мат и снимают надо думать это слово да не получается в общем хер его знает что такое subzero суши это не продажный не проплаченная нам кстати сказали вот помнишь это ребра сделали редмана да такие продал он нам денег не дал мне чувак один написал дать нам денег нет 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 мне короче предъяву сейчас зачитаю о май скринь потом сереге скинешь он анзор фархатов ума началось примерно это черт российский продажный вот я с ним поговорил с человеком и итоговое сообщение было примерно типа ты норм чувак спортик и всякое такое ладно не злись прорвемся ну вот я чоку объяснил что мы просто первое сообщение какое было ты черт российский продажный а последнее ты норм чувак спортик и все такое ладно не злись прорвемся а вот кстати почему вован решает практически все мои вопросы связанные с финансами то есть если нужно с кем-то добазариться например однажды мы на короче одно мероприятие должны были потратить на обучение кое-чему 300 тысяч потратили 200 150 150 человеком покурить вышел и располовинили да ну короче нет никакого мата в этом ролике нет мата нам нужно манить не монетизация между прочим приносит пять-восемь тысяч за обзор ну то есть его отбивают как мы чем матюгнулся просто сжег ты так серега короче если что просто вырезай такой олег такой вот и короче у сереги должен быть такой хлыст ладно а блин можете еще маску такую шариком ребята у меня тренировка суши несите так хорошо брендированный пакет мне так кажется что у всех пакет не тоже брендирование сами полнота клетка по моему да потому что он не очень качественно сделано но все равно прикольно что ноги хоть что-то чек а все приехала единственное все приехала без термосумки поэтому слушай машин сказал что мы делаем этот обзор очень много отзывов было о том что там самый вкусный том ям по питеру ты заказал то мне ладно короче сумма заказать 5000 если мы не будем материться они окупят на монетизации ютуба приехал все без термосумки но я вижу горячее что-то в фольге погнали достаем начнем с комплектации и помимо самих блюд все вытащим что это чего она заклеена скотчем своими даже скотч бронзированный это салфеточки давай итоговое количество салфеточек подобьем это важно опять же сказали что обмаз обзор был проплачен и потому что мы ничего не сказали по поводу количества салфеточек и всякого такого я говорю чувак и а а а а обзор хвалебный мы говорили чувак но если вкусно приехала сильно вкусно то тебе наверное без разницы есть там салфетки вообще или нет я понимаю что конечно у рома редмана доставка не налажено вот поэтому мы как к этому сильные не докапывались вот здесь как бы это нормально количество салфеток на заказ на 5 тысяч с другой стороны типа вот похвалили знакомого да 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 типа это называется кумовство это так и есть чего будет с этим делать дизлайк поставите так ладно раз-два-три короче 6 6 палочек брендированные палки брендированный скотч на посмотри думаю что салфеточек по 2 на 1 лицо количество салфеточек отстой недостаточно недостаточно надо раза в три больше у вас они кажется типа лакшери черные салфеточки но за ребят можете просто сэкономить на черный салфеточек без разницы лицо наверно приятнее белый салфеткой вытирать тебе бы видел что ты вытер а то может что-то не увидишь я не знаю может может у них в рестике такие салфетки поэтому они типа короче да итак температуру я измеряю только у том яма потому что наверное и хер с ним 44 бизнес пятерка братан минус пятерка хератой матрас нет я думаю что это я не знаю нет альтернативы хрен то а вот много отзывов что у них самый лучший том я посмотрим ах да важно громовок у них нет что-то об этом думаешь ну это ребята говорят они как помимо то что они самокритичны привезем как привезем вот вот вам фотки но в коробке выглядит вот так если отличается но они-то не как мы типа у нас нет громовок чего быть плакать мамины нет конечно по закону они должны быть ну да хрен с ним короче и так а фишка в чем этого subzero у них все дорого то есть сколько вот ролл просто обычная фила сколько то есть гад может должна стоить 365 рублей короче 300 400 а у них все роллы стоят типа 500 800 короче у них процентов на 80 все дороже чем ты предполагаешь что норм но это ресторан ну ладно тестим и так тепленький том ям 429 грамм около 400 грамм том яма ну по-моему у нас обокрали грамм на 200 да нет на самом деле пол литра супа обычно считается нормальная доза пол литра и 400 грамм то разные вещи то есть мясо всех такое-то гораздо плотнее мясо то есть мне кажется не долили это будет будет я вижу креветку я вижу микро микро кукурузу как она там называется я вижу даже больше креветок еще две креветки еще одну креветку но креветки все понятно главное чтоб там ям был нажористы да это отличный том ям на мночине острый попробуй вообще то есть обычно к покупаешь том ям то он прям остренький здесь он вообще не остренький и совсем ну да вроде бы а есть там вся необходимая трава просто не есть мне кажется его сварили и убрали первое правильно первое я если честно не очень привык что в том яме есть лапша ну то есть обычно как то обычно там грибы креветки бульон всякие куски имбиря вообще потом ям подается с рисом ты как бы рисиком закусываешь да запил оп 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 вот так вот первое он абсолютно не острый не типа знаешь когда я выпендриваюсь типа для меня совсем совсем не острый как кокосовое молоко а есть какая-то опция по остроте можно сказать об состроту не когда вот это ну я бы на месте саб-зиро том ям хороший но скорее всего они знаешь сэканули что многие такие заказываешь девушки да она такая а я не могу такое есть опять же какая у слова у этого там яма самый лучший там яму питере так а среди кого он вот возможно как раз для массового потребителя который очень-очень немногие любят остроту это как раз таки ох круто короче как раз делали так как мне нравится то есть даже грибы правильные все плюсы креветки креветки с вычищенными какахами здесь лапшичка помидоры по моему черри могу ошибаться да помидоры помидоры черри то есть типа все правильно но вообще не острый он вкусный но вообще не острый да да сколько такой стоит достаточно хотя тоже за свои деньги по моему неплохо я думаю ну неплохо учитывая ресторан а меня очень дорогое блюдо ну то есть там надо правильно бульончик этот сделать он же на кокосовом этом обычном просто ливанули все дела но основа там обычно с бульоном бульоны но то есть ну в принципе адекватно мне кажется мне нравится докопаться не могу только опцию по остроте бы сделать и я не понял почему там лапша обычно я бы с рисиком ну ладно но какая оценочка семерочка можно поставить 7 из 10 хороший у меня если бы он был острый я поставил 8 9 можно было опционально заказать когда вот это был но такой какой должен быть дальше креветки в темпе а вот тут уже начинаются серьезные бабосы потому что вот эти креветочки стоят 550 р и мы начинаем нашу рубрику ожидания реальность и так но на мой взгляд это выглядит практически как у них на сайте да вот примерно вот так увидите на экране крупного серёга вставят выглядят креветки и по-моему они выглядят абсолютно также в реальность даже хвосты также лежат ну круто вообще один в один круто и в завешиваем 550 мы получаем 250 грамм креветок ну трое тут много вообще нормально отношения она не очень тяжелая высокая это по количеству посмотрим 7 6 и 5 6 до 7 креветок краба минус я бы если везешь креветки ты гачил их в более хрустящий какой-то дерьмо но мамон не доехало ну то есть темпура вся размякла но это опять же вопрос именно стоит ли это буду блюдо доставлять видимо на гриле визах даже какие-то полоски не я уверен что она была вкусная 30 минут назад она и сейчас вкусная они их не не переварили то есть креветка хрустящая но а они должны лишь на каком-то не знаю как сказать на каком-то васаби или непонятно что что-то типа мягенького васаби а не васаби этого авокадо но вкусно или ровно васаби гуакамолета ну я игру по ожиданию реальность это как на фотках но если везете и везете там больше часа нужно конечно более хрустящую фигню но то есть она я уверен 15 минут лежит уже такое но я не разочарован хотя дороговато но ну как удивляет что то же самое что и на фотографии такое встречается очень редко потому что на фотографии там где-то чизбургера или гамбургера бикмака и он в реальности сильно хуже обычно это брат дебил с дцп урод и всякое такое вот это без одной семьи ну это а это прям то же самое но уж уверенные 6 из 10 6 мало даже хорошо следует из того что блюдо просто не смогло доехать из-за темпуры так очень вкусно next fishbowl 790 рублей за 450 грамм или около того 700 почти почти 800 и так опять же креветки в темпуре какой-то соусет но и собственно вот фотка выглядит практически так же ну тут типа лосось торчит ну вы на экранах нормальную фотку видите вставленную но в принципе это выглядит так же опять же куча травы торчит две креветки и лосось где-то там он виднеется внизу смотрим во первых открытка то же самое креветка да там самое даже ту же саму подливе и бесед и лосось но лосось это не сашими а видишь он подопеченный от тепла видимо риса слушала такая кондиция рыбы мне больше всего нравится это 45 градусов с увиденько да что-то такое я пытаюсь на гриль достичь чтобы он в центре был такой то есть обжариваю там двух сторон переворачиваю несколько раз вот он мне такая кондиция рыбы очень нравится а что с тунцом правильный тунец отдает ли он железом уже нет не отдает вроде же то есть еще правильного тунца не заморозили я не знаю насчет правильного тунца ну по-моему он тепленький и вот этот соус сладкий он убирает вот эту фигуру ну то есть я вообще не фанат сырого тунца но это неплохо я люблю мне нравится очень это блюдо опять же коветки не очень доехали а все остальное прям прекрасно я бы возможно помнишь мы в чехии пробовали баттер фиш да 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 маслин масляную рыбу это бы баттер фишу сюда положить наверное был вообще превосходно очень вкусно короче суши смотри ну с одной стороны 800 рублей с другой стороны вот этим наестся можно здесь а тут много да да полкило как бы нет никакой травы как полкило еды короче 80 хорошо до 80 прям очень хорошее блюдо уверенное прям пока не разочаровывать доставка что надо чуть-чуть дороже чем рынок ну и как чуть сильно дороже чем рынок но пока и вкусненько они соусом то есть не просто знаешь там залили все у ноги они сюда кладут вот это вот свое сделанное гуакамоле рис чем-то пропитан риса не до хрена а вот чтобы кредку сел чуть риса лосось чуть-чуть риса тунец чуть-чуть риса а не так что знаешь а 15 килограмм риса и одна креветка она радует пока радует доставка так так и кранч краб тут я бы сказал что на нем что-то тепленькое стояло или он сам а уже запись он же зажаренный он сам должен быть собой и опять же видишь опять западлива из гуакамоли под ним она очень вкусненькая и прикольно что не в каждое блюдо свое кладут как бы не не жадно и а там чего сами кого-то вижу другого цвета чем обычный так по оттенку отличаются ожидание реальность но могли даже чуть лучше чем у них на фотках ну то есть так сверху смотришь типа норм короче дорогие subzero это subzero суши у нас есть хорошие друзья фотографы ксюша и саша ним сфоткают нормальную еду не бесплатно закажите у них фотосет еды чтобы свет стоял нормально вот это все да а типа рав 10 из 10 по фоткам но даже площадка еще есть где можно это все отфотографировать фотофон и всякое такое короче я прорекламировал да пожалуйста почему бы и нет смотрим что внутри странно похоже на куски краба или нет не знаю красную эту штуку сбивает кажется что это палка крабовая а возможно и нет давай отковыряй попробуй отковыряй прямо туда давай вандализируй это краб походу это краб да это куски краба фига да это прям куски краба от не крабовой палки значит это может стать моим любимым ровом такое очень редко бывает ну то есть видите смотрите она палочки крабу они расслабиваются знаешь на продолговатые нитки а здесь прям куски разного формата ну как это неплохо ров очень нежный но я не сказал что очень сильно ищут вкус краба я узнаю что он там есть я его ищу то всегда одна и та же проблема до краб стоит до хера до его кладут то есть они реального затолкали фалангу скрутили но то есть скажем так уважение за краба до уважение за вкус ролла но кровь вкусный бронрама там сложную но ощутить маленький кусочек краба среди риса по темпуры авокадо икры летучие рыбы подливы соуса гуакамоле соевого и васаби и типа не респект за краба на тип он не особо чувствуется действительно ну возможно блюдо с крабом стоит делать реально очень дорого чтобы краба было много и прямо там дай его в ведро положить на такой ролл чтобы его ищут должен стоить до тысячи две рублей две тысячи рублей там наш лежит три фаланги и вот они немножко сливочного сыра немножко сливочного сыра и все ну да уже закрыто закрыто в норе и чтобы люди такие вот краб так краб ну вкусно но плохое вложение хотел сказать денег плохое вложение краб ну я бы как бы если я вот такой давайте закажем вот сюда этого места доставку и такой о ролл с настоящим краба и такой я хочу это проверить потому что я очень люблю вкус краба да и еще попинать хочу немножечко зачем горячему класть траву но она ведь посмотри на нее ну то есть но опять-таки положил горячая которая траву горячему и это темпура она стала быстрее стало разумеет не надо мне кажется это выглядит как на фотках но типа лишняя вот эта трава и вообще все надо отдельно положить то есть просто ролл отсюда раз это такая премиальная штука почти за 800 рублей надо все остальное ну если кому-то это интересно в отдельную на плошечку запаковать потому что вот эта дополнительная влажность портит этот премиальный ролл портит эту темпуру которая вокруг дальше следующее салат с морепродуктами за 700 рублей на самом деле 690 но я так округляю 300 грамм ну то есть такая порцайка 2 грамма за рубль 2 2 рубля за грамм еще потому что это морковка это что это папайя сладкая какая-то штуковина как будто маринованная сладкая тыква но это нас не особо интересует давай разгребать а по внешнему виду ну да он так как выглядит вы видите фотку и претензий к ним нету то что они не докладывают чего-то или как-то обманывают очень крутые фотки а приезжает фигня нет это не про них они молодцы в этом плане гребешок краб наваленный черри вот это с брюхов этого это вы цыганина это краба то есть ну роза краба да да пробуем вот здесь краб ощущается вот здесь уже ты берешь ну здесь не могу сказать что его там знаешь килограмм но вот ты берешь это прям зацепляешь куски краба и куски гребешка но тут его прямо очень сильно чувствуешь здесь вот в этом блюде он не лишний трогу надо нафиг убрать конечно но все перебьет фига а как она однажды на день рождения моей бывшей жены а не олег подарил нам камчатского краба как мы тогда сделали самый дорогой в мире мази этот салат с крабом вместо крабовых палок то есть обычный салат то есть крабовый краб рис мазик и это какого кукуруза вот 15 тысяч на краба до 150 рублей на остальные не было неплохо это был самый вкусный салат моей жизни спасибо олег и этот этот салат мне напоминает как раз то блюдо продолжаем и так следующее этот атаки ролл лосось ну то есть видно что он запечен на честно говоря сначала подумал что по пуке на рис навалено но это короче ролл друзья мои посмотрите это ролл он так же выглядит все выглядит так же хотя я не совсем понимаю а вот ну ладно давай взвесим по-бырому это у нас нормально 370 грамм ролла но типа а как как я должен его там он двойной какой-то или что да ну то есть я вот смотри пытаюсь его взять и вы видимо это рассчитано что ты как бы ну не только отдельно то все немножко кушаешь на крол то оценил чего в роли так в роли сливочный сыр немножечко лосося еще еще какая-то какой-то фрукт оранжевый манга по-моему блин это не манга ёкланы это было как называется один в один выглядит я не понимаю смысла делать двойной как бы ролл и заваливать его одним куском рыбы то есть чем мораль была но это как бы блюдо ты сначала съел сверху рыбку а потом куснул немножко ролла ты думаешь я думаю что да ну то есть это не то что да ролл как но еще раз съел это съел рыбу и вот смотришь на эту подливу что ли да съел подлива потом такой оп или эту смолу так вот ролл то как пакет только он двойной видите я не полю очень вкусно слушай здесь уже возникает у меня малюсенькая малюсенькая еще одна претензия у них зеленая штука то везде она кому-то муж не понравится да да вот здесь и нет вариантов понравится если да если вы такие блины отчет вот это маслянистые авокадо гуакамоле мне это не нравится то вообще домашний типа потому что она везде мне очень нравится на самом деле мне тоже нравится но ты заметил что мы едим но мне понравилось и это понравилось вот штука на возможно это их фишка то есть они все ей пропитывают это все как бы бафает блюдо на плюс 1 а может просто они знаешь раз в неделю замешивают гигантский чар вот этого вот так просто и брус везде а я ставлю да еще докопаюсь мне нравится не везде кладут эту траву потому что я сейчас хапанул лосося какой-то вот то ли петрушку то ли кинзу короче хапнул и я не ощутил рукава у нас а вот и это все испортило весь худ то есть возможно как-то отдельно это что-то чтобы она не пересекалась хотя хотя нужно отдать должное выглядит красиво наваливают они как наваливают мне нравится что у них еще как бы размер блюда несколько больше чем средний по рынку да не берут чуть дороже но возможно тебе хватит уже одного блюда то чтобы покушать они два придется покупать может быть фила 369 370 короче грамм это хорошая фила понятное дело что здесь дайкона редьки до хрена вот мне нравится что вот сверху наваливают значит хочу и филы и вот этот я не люблю траву то есть это стоя еще да но красиво на фотках выглядит но когда обзор делаешь как-то вот слушай ну не очень большой ролл ну не очень большой и рыбки я сказал бы что богато положено 650 рублей но да не уровень вкусных сушей рыба свежая но это фила которая она прям залита чем-то свои у них какая тема они берут какое-то классическое блюдо и бафу этого с лесом своим чем-то вот туда фигнул здесь эти нет не здесь не зеленая жижа поэтому клёво что-то отличается слегка островатый какой-то сливочно-манговый соус это вкусно вот и такой я просто хочу филу они там нет просто филы там есть вот такое это вкусно как разнообразие то есть запахил для меня это несколько новые ощущения типа круто а потому что я допустим дубил там не с обычным соевым соусом клинтю соусом унаги покунать или что-то вот такая тоже это подлива продается это белая за бог называется вот как раздавая круто но если каждый раз это брать он не получится возможно надо как просить чтобы типа можно можно ли без не заливайте никогда ничем это хорошая небольшая небольшая хорошая фила бафнутая всяким видишь как огурчик нарезан по-разному это авокадо огурец идет соломкой но типа если как это студентам я бы не рекомендовал заказывать а в рестик зайти и заказать можно не неплохо рыба свежая не хотим приказать прикопаться вроде не это не из теши не из жира редька дайкон можно закусывать опять же ну тут они от души наваливают опять же учитывая стоимость ну сот сколько рублей во первых что-то достаточно дорого во вторых редька руккола базилик что типа знаешь когда смотришь на фотографии кажется что они каждое блюдо отдельно вот дизайнер знаешь то есть вот здесь мы положим вот здесь хвостики за это берут на 200 рублей больше да а на самом деле такие у них есть такой чан где лежит редька базилик она ничего не стоит руккола и такие на я не понимаю зачем филадельфии куча салата зеленого ладно бог с ним короче я бы оценил это если не думать о бабках это хорошо например 7 но если думать о бабках 5 5 да если думать о бабках то 5 потому что нужно печь это ну 650 рэ за небольшой роман я не вижу вот за эти деньги что это блюдо вот оно того стоит то есть опять же возвращаясь к продажному обзору рома и редмана когда мы там макарошки оценили что вот они за 450 рублей и там реально богато сыра там реально богато мясо то есть куча блюдо и мясо ты такой мне кажется что я не доплатил ну да я бы типа этим людям еще на чай сотку дал а здесь кажется что типа да вот ты сильно переплатил вот за это типа на 200 рублей минимум короче а то и на 300 а то и на 300 вот может за траву я не хочу доносить ну ладно так это татаки говядина что такое вообще татаки татаки это типа как сашими но она обжаренная то есть тут знаешь как взял кусок чего-то газовый горелка его фиганул либо там быстро двух сторон и она у него слой обжаренный как на тапаньяки мы ходили этого что-то вот этой как бы ну тапаньяки все-таки он они уже обжаривают от атаки от практически ну вот смотри чуть-чуть короче я вижу по краешку вот эти вот на сантиметре к это они как-то это готовит так ладно с фоткой сравнивать это похоже на фотку но не так сочно кстати знаешь почему все все похоже на фотку потому что вот это вот зеленушечка и сверху запиленная вот соусом она скрадывает 50 процентов фотографий скрадывает в каком смысле ну сложно положить зеленушечку не так саре 200 грамм но при этом погоди они и мы не знаем сколько стоит да все попробуем давайте взвесим куда тут мясо за сколько рублей за 600 рублей ну давай взвесим мясо не очень красиво ну ладно мы нам пофиг так даже чуть-чуть зеленушечки нужно обломилась а все-все-все 61 грамм и так теперь попробуем теперь попробуем и скажем сколько бы ты отдал нисколько мне нравится а говядина у меня не чувствую вкус особо да я чувствую вкус это вот соуса и кунжута и я бы отдал 280 рублей то есть я вот количество кусочков как за ролл отдал бы на этот недорогой ролл просто говядина хорошая то есть это вырезка мраморная вся фигня но опять же тут как бы 60 грамм мяса и 200 грамм и 200 грамм имбиря дайкона рукколы и зеленая жижа так надо как обзор назвать майнеры зеленые жижи остров другая жижа не волну я ее смешал с чем-то вот тут она другая жижа это это васаби там и жижа и васаби будем она смешалась здесь да да ну сколько он стоит 550 рублей 550 рублей ты бы отдал вот учитывая цены это блюдо оцениваю на 3 из 10 я бы не стал бы его заказывать нам практически ни при каких условиях я бы на 4 из 10 потому что я бы может и заказал если бы чтобы убить в обзоре нет типа чего-то вот я пришел бы съел там филадельфию там попил чаю такой ну вот чего-то еще вот вот такое чтоб лежала малюсенькая знаешь как бы то ли креветка большая креветка это типа ресторанная штука мы на вкус особого не имеет они опять же все мне вот консистенция говядины сырой очень нравится они все положили опять же в жижу вот эту вот зеленую и сверху полили какой-то ничего ты не понял ты не понял мою мысль я бы я понимаю что может быть ситуация когда я бы его заказал знаешь в одном случае 30 но в принципе с доставкой я бы вот не заказывал и чтобы наесться я бы его не заказывал но если знаешь еще она на большой тарелке я посмотрел там типа саб-зиро фото просто картинки там их огромная тарелка вот это все вот так разложено там все соусом полито то есть такая инстаграмная история типа так сфоткал лайки-лайки короче в тик-ток типа того но пожрать слабо дизлайкали за тик-ток вот так 3 из 10 работяга даже 2 снижу оценку как работяга до 2 из 10 чтобы общая оценка нашим с олегом 4 из 10 ты тянешь оценку на дно да-да-да-да было 3 из 10 короче этого блюда ну и осталось самое основное сашими так но выглядит вот такое не сори это если я такой распаковал это первым я такой ой как все лежит ага уже 16 раз ты видишь вот эту вот траву просто и всякая на самом деле меня еще бесит что они вот всю рыбу покрыли вот этой желтой соплевидной жижей и я уже знаю как что она на вкус то есть точно я почувствую вкус лосося чуть-чуть и вот вкус вот этого сладкого манго херника да 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 ну даже пробовать не буду я пробовал неплохая рыба не могу сказать что вырезка рыбная но это уже серединка где это уже это уже где-то серединка во-первых и во-вторых фишка сашими в том что почему японцы так любят сашими что ты типа приобщаешься к сырой природе то есть типа сырой краб вот они старая креветка убили все надо но типа это не сашими это это уже блюдо как только ты на то есть ты съедаешь кусочек лосося такой лосось максимум там соевый соус окунаешь потому что соевый соус обладает этим соленоватостью маме вкусом усите вкуса короче как глутамат натрия и а тут короче его залили подливой и ты такой это может и неплохо это вкусненько но это не сашими сашими это просто лосось сашими это просто тунец я против короче вот очень такого подхода то есть если я открыл первое блюдо зеленая подлива мне понравилось какого-нибудь там пуке да там где рыбка рисик и там и такая же же и сякая же вкусно но когда его сделали то с сушами мне типа они перестали импонировать ладно общая оценка заведения на фоне остальных заведений которые делают по-другому да то есть не заливая все вот этими жиджами один раз ходить именно в ресторан и съесть максимум два блюда желательно кит комбинированные где вот и рисик и рыбкой всякое такое это заведение да и за можно там 7 из 10 по 100 хорошее в 8 из 10 до уверенно но как знаешь заведение куда мы ходим с друзьями каждую неделю по пятницам после работы то вот этот вот вкус жижи пресса моментально везде гуакамоле либо гуакамоле либо вот это сладкий соус фруктовый он вкусненький он он на всем вал на всем и ты ощущаешь уже только его часа даже не могу его проглотать чтобы вы не чувствовать то есть у меня вот оно все уже все рецепторы забили вот так то да они молодцы они сделали немножко по-другому но я не могу сказать что это знаешь место на каждый день куда бы хотел суши моя оценка заведению как доставки пять с половиной очень дорого практически в два раза дороже моя оценка как ресторана потому что ну судя по фоткам там типа значит все стильненько огромные тарелки все красивые кай будет семь с половиной восемь то есть это хорошо я думаю как карантин закончится туда народ будет типа опять ходить да но есть плане доставки но всякие как сказать не знаю менять меню им советовать кто мы такие чтобы советовать меня один совет можем дать опцию на остроту там яма это точно пожалуйста но это просто должно быть в хорошем месте где подают по назе вот это без этого никуда если на этом обзоре будет 100 тысяч лайков вован будет вести шоу вместо меня нам уже клянчить лайки все короче накрутку лайков пошел вован куглить такой знаешь это очень серьезный карьерный рост вот из ассистентки в фронтмена если хотите да чтобы обзор и перевел только ровно живые лайки круто 100000 лайков ладно с вами была вам и славный дружио блогу уж темно кушать и вкусно по поводу саб-зиро думайте сами дороговато